МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика в студии» Ольга Пырычкина. В республике начался отопительный сезон, правда, в него регион вошел со старыми долгами. Кому накопилось больше всего претензий, как власти намерены бороться с должниками? Эти вопросы сегодня обсуждали на еженедельном совещании у главы Чуваши Михаила Игнатьева. К работе коммунальщиков никаких претензий. Меньше чем за неделю тепло было подано во все многоквартирные дома и социальные учреждения. В настоящее время ведется работа по регулировке внутренних систем теплооснабжения на квартирных домах. Эта работа в течение недели еще будет продолжать, потому что работа идет сейчас по стоячно, по подъездно. Без тепла пока остаются 8 жилых зданий в Канаше, Батрево и Чебоксарах. Жильцы этих домов решили перейти на индивидуальное отопление. Но оказалось, сделать это не так легко. Сроки немного сдвинулись, но к концу недели подрядчики обещают завершить работы. Особую обеспокоенность у профильного министра вызывает задолженность за уже потребленный природный газ. По республике долги сократились на 13%, но все равно остаются высокими. Не имели задолженности это администрация и теплооснабжающая организации Батревского, Красночитайского, Маргаврского, Шимушинского, Яльчикского и Яльчиковских районов. Но и значительную задолженность у нас на сегодня имеет это администрация и теплооснабжающая организация Вурнарского района 13,7 миллионов рублей, Козловского района 17,8 миллионов рублей, Марпасадского 15,8 миллионов рублей, а также города Алатарь практически 79 миллионов рублей, Канаж 59 миллионов рублей и Чебоксары почти 445 миллионов рублей, Шумерли 128 миллионов рублей. Вообще самым крупным должником в регионе сегодня является компания коммунальной технологии. Газовикам необходимо заплатить более 400 миллионов рублей. И долг постоянно растет. Лично я никакой перспективы выхода из сложившейся критической ситуации коммунальных технологий не вижу. Кредит доверия коммунальные технологии исчерпали полностью. Глава республики отметил, что городским властям необходимо перейти к методу кнута. Если в ближайшее время компания не выберется из долговой ямы, то с ней надо расторгать договор. В принципе надо решить, сегодня идет процесс выдавливания с регионов, те, которые фирмы, однодневки, так скажем, пришли, вошли в доверие, взяли эти сети, в аренду передали. Есть там фамилии, кто эти договора подписывал. Вы сейчас через суд не можете отстаивать, но не видим никакой перспективы. Что с ними встречаться вы мне? Скажите, пожалуйста. Вместо коммунальных технологий в Министерство градостроительства уже сейчас предлагают создать муниципальное предприятие по оказанию услуг в сфере теплоснабжения. Дмитрий Ковалев, Анастасия Алексеева, Сергей Рябщиков, Республика. Непростая экономическая ситуация в стране заставляет регионы уже сегодня думать о том, насколько может измениться в будущем году стоимость питания в школах, детских садах и больницах. О прогнозах в этой сфере говорили сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашия. Питание в детских садах Республики организовано по утвержденным Роспотребнадзором нормам. Нормы разные для детей младше трех лет и старше трех лет. При этом важно соблюдать еще и калорийность блюд. С учетом роста цен на продукты сделать это нелегком. Сохранить питательность многие учреждения пытаются за счет использования аналогичных по составу, но более дешевых по цене продуктов. По данным органа управления образования, администрации муниципальных районов и городов стоимость питания общепреждательных организаций сегодня колеблется от 5 рублей. Вот это Шуморшинский район, самая низкая стоимость питания. Это связано с тем, что основные продукты питания сами школы готовят, вернее заготавливают. И соответственно основные расходы связаны с теми продуктами, которые школы сами не имеют. И до 30 рублей город АлатР. Министерство образования не исключает возможности повышения стоимости завтраков и обедов в первом квартале будущего года. И ищут резервы. Просчитывают риски и в столице Чувашия. Сейчас в среднем цена 84 рубля 13 копеек. И в среднем родители в течение месяца 1800-1900 рублей в месяц платят. Мы прогнозно, прогнозно, я еще раз уточняю, может еще меньше будет от 10 до 14,5 процентов планируется сейчас повышение. Это прогнозно, как пройдут аукционы. Следующее, что касается школьного питания, то здесь средняя цена, если завтраки в среднем 16 рублей, то обеды 40 рублей в данный момент. То от 2014 года тоже цены не повышались. Вопрос серьезный, отметил глава республики. Он требует детального рассмотрения на уровне каждого муниципалитета. Этих безобразий вообще не должно быть. Когда там рост на 15 процентов, на 19 процентов, там еще Дешимушинский район, по детским дошкольным образовательным учреждениям. Вообще Минэк, Минфин должен смотреть эти цифры, соответственно, вы подключаете общественный контроль и, проводя аукцион, качественно подходите к проведению этих процедур. В больницах, учреждениях соцобслуживания стоимость питания в четвертом квартале увеличилась на 3 процента. По словам Аллы Самойловой, эта разница заложена в бюджет ведомства. Сравнительно небольшой рост цен удалось сохранить за счет замещения более дорогих продуктов, фруктов, в частности апельсины, груши, на менее дорогие яблоки. Также замещение дорогого мяса безкостного говядины на костную говядину, либо на мясо птицы, также замещение на молочные продукты. Но в данном случае мы придерживались полностью рекомендаций Роспотребнадзора. Необоснованного роста стоимости питания в учреждениях социальной сферы быть не должно. Михаил Игнатьев подчеркнул особую ответственность всех заинтересованных сторон, чтобы поставщики не завышали цены при участии в аукционах на поставку продуктов. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало очередной рейтинг влияния глав субъектов России за сентябрь 2015 года. Глава Чуваши 68-го места поднялся на 52-ю строчку. Это лучшее место в рейтинге, которое глава региона занималась за последний год. К другим новостям. На этой неделе в Чебоксарах встретятся итальянские и российские бизнесмены. В столице Чуваши состоится 24-е заседание российско-итальянской рабочей группы. Как идет подготовка к этому событию, обсудили на планерке. С точки зрения практической части надо повести предприятия, организации, показать, какие наши сильные стороны. Это инфраструктура, Москва рядом, рынок есть, соответственно, благоприятные среда, рабочие руки, трудолюбивый народ. Ряд других таких вопросов, которые на сегодняшний день должны дать соответствующий эффект. Около 40 бизнесменов из Италии и более 500 представителей российской страны примут участие в пленарных дискуссиях и семинарах, пообщаются за круглым столом и, возможно, подпишут взаимовыгодные контракты. У предпринимателей Чуваши уже есть опыт работы с итальянцами. Компании Туз, Суор, Пике активно сотрудничают с бизнесменами Сапенинского полуострова. Цель – это дальнейшее сотрудничество и налаживание новых проектов. Исходя из компетенций Чувашской республики – это машиностроение, это энергосбережение и электротехника. Это три отрасли, которые, где мы сегодня лидируем, где нам необходимо усиление еще. Наша задача – показать это, прежде всего, компетенции Чувашской республики, способности на инновации, способности на развитие двусороднего сотрудничества, на совместные предприятия, локализации здесь предприятий. До этого заседания проходили в Суздале, Уфе, Москве, Ульяновске. Как показывает практика, подобные встречи положительно сказываются на экономике региона. Чебоксарские полицейские разбираются по чьей вине был причинен ущерб лифту в доме по улице Хевишской в столице республики. О том, что кабина застряла между этажами, жильцы сообщили еще в выходные. Но ремонт затянулся из-за слишком серьезных повреждений. Подробности в следующем материале. Подниматься на верхние этажи пешком жильцам этого подъезда приходится часто. Лифт останавливается из-за поломок каждую неделю, говорят люди. Я недавно поставил окна, плазиковые. Лифт не работает. Мне пришлось таскать до 6 этажа пешком. Это ладно, они вдвоем, это мастера были. Ну и что они успевали? В этот раз лифт застрял в шахте надолго. В выходные на страницах форумов появилась информация о том, что его кабина рухнула с высоты пятого этажа. Правда, специалисты пришли к другому выводу. Тросы оказались целы, а вот двери лифта теперь нуждаются в ремонте. В обслуживающей организации во всем винят вандалов. Просто люди застряли, и кто-то внешне помог, выломали двери, самостоятельно выбрались. Аварийная служба приехала в течение 15 минут, и по информации после получения заявки, к этому моменту уже людей в кабине не было, двери были выломаны. Таких проблем здесь не было никогда. То есть жалоб не было, лифт работает нормально. Из-за вандалов, говорят жильцы, лифт ломается не в первый раз. Раньше в кабине выбивали лампы и поджигали кнопки. Там, которые у нас эти алкогольки, как называть, вот они ходят, там это самое, и застрывают. И там много человек заходят там они, и вот застрывают лифт все время. Часто у нас лифт ломается. Отремонтировать лифт во обслуживающей организации обещают в ближайшее время. А вот с человеческим фактором явно что-то нужно делать. Ведь понимание того, что мы живем в общем доме, никто не отменял. В эти дни национальное телевидение отмечает 4 года с момента первого выхода в эфир. Поначалу вещание шло в тестовом режиме, но уже через неделю на канале появились первые программы собственного производства. В числе которых «Республика» информационные выпуски на чувашском и русском языках. Решение о создании национальной телерадиокомпании «Чувашия» правительство республики приняло в декабре 2010 года. Символично, что организационный период длился 9 месяцев. И 10 октября 2011 года мы родились. Очень рад за вас. Несколько дней вещания в тестовом режиме и с 16 октября в эфир стали выходить ежедневные новости о чувашском и русском языках. Двухлетие национального телевидения программа «Республика» отметила выходом в прямой эфир. Шаг, к которому мы долго готовились. Прямой эфир – это когда информация становится более оперативной, но моральная и физическая нагрузка возрастает в разы. Вообще оборудование, которым мы пользуемся, заслуживает отдельного внимания. Национальное телевидение «Чувашия» – первый в республике и один из первых среди региональных каналов, где видеокассеты не нужны в принципе. Все наши программы мы снимаем, монтируем и выдаем в эфир с помощью цифровых технологий. Во-первых, это быстро, во-вторых, качественно, а в-третьих, повышается мобильность. В 2012 году мы впервые проводили трансляцию из района республики. А с приобретением передатчика, который операторы и режиссеры ласково называют волшебным рюкзачком, мы можем выходить в эфир из любой точки города, республики и вообще отовсюду, где есть сотовая связь. Учитывая нашу ментальную любовь к цифрам, скажем так, за четыре года наш штат увеличился втрое. В общей сложности мы наработали около шести с половиной тысяч часов собственного телевизионного продукта, не считая прямых трансляций и видеоверсий. Видеоархив национального телевидения «Чувашия» свыше ста терабайт. Сегодня национальное телевидение вещает практически 24 часа в сутки. Из них пять часов – программы собственного производства. Большую помощь и поддержку мы получаем от коллег. Телеканалы «Конаша», «Аллатаря», «Шумерли», «Ядрина» регулярно выходят на связь и делятся новостями. Постоянно держат нас в тонусе дорогие друзья и конкуренты. ГТРК «Чувашия». Все вместе мы вспахиваем и засеиваем информационное поле республики, чтобы урожай радовал вас, уважаемые телезрители. «Золотая осень-2015» в Москве в Международном выставочном центре «Крокус-экспо» прошла 17-я российская агропромышленная выставка. 20 предприятий республики представили более 50 видов конкурсной продукции. Агрохолдинг «Юрма», агрофирма «Альдеевская», «Вурнарский мясокомбинат», а также региональные бренды «Аконт», предприятия отрасли хмелеводства и картофелеводческие хозяйства. На выставочном стенде Чувашской республики были представлены крупные инвестиционные проекты. 24 золотых, 19 серебряных и 7 бронзовых, всего 50 медалей и 2 благодарности за выпуск качественной продукции завоевала на выставке делегация Чувашии. Сельхоз товаропроизводители нашей республики приняли участие в торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Государственном Кремлевском дворце. Одинаковыми быть нам не обязательно. Так называется Международный особенный фестиваль для особенного зрителя, который пройдет в столице Чувашии с 14 по 17 октября. Актеры театров «Кукол» со всей России и за границей покажут несколько представлений и проведут мастер-классы для детей с ограниченными возможностями. Какими уникальными чертами обладает особенный фестиваль, нам рассказала директор Чувашского государственного кукольного театра Елизавета Абрамова. Интервью с ней смотрите сразу после выпуска новостей. Это все новости. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин